Что такое опора? Что значит внутренне опираться на себя? И всегда ли нужно опираться только на себя? Опора — это система ценностей, которыми вы руководствуетесь. Это то, через что вы прошли, это то, что дало вам силу, это то, что вы хорошего и достойного взяли из своей семьи, это то, чем вы обладаете по собственной природе как свойствами, как управление временем, как координация, как управление с пространством или неуправление. Это как источник вы энергии, или наоборот, вам нужно подпитываться. Всё в совокупности, когда вы осознаёте, кто вы, что вы, что у вас получается, что не получается. Вот это и называется фундамент, на который вы можете опираться. Нельзя убегать, нужно уходить с пониманием. Но лучше этого не делать, а дорабатывать недостающие элементы или как убеждение, как понимание, с чем не придётся столкнуться. Это различия людей, которые приходят к вам, и это тоже ваше внутреннее состояние стержня, что когда вас оскорбляют, вы не должны выходить из равновесия, то есть эмоционировать, значит, это слабое место. И вам с этим нужно будет поработать. Вот эта совокупность всего, как личной безопасности внутренней, зная себя — это ваши свойства. Как коллективная система взаимодействия, когда вы точно понимаете, где вы легко справляетесь, допустим, те же конфликты. С мамой тяжело, значит, с подружкой будет тяжело, значит, с учителем будет тяжело, значит, будет тяжело. Это один на один, это значит, будет с руководителем, если женщина тяжело. Почему со мной не всем женщинам хорошо? Потому что все в первую очередь видят во мне маму. Я говорю, я не ваша мама, у меня совсем другое назначение. Но, тем не менее, это бессознательная реакция. И это первое, с чем нужно справляться, через что нужно проходить. То есть нарабатывать понимание, объяснение речи и изменение при помощи этих речей действий и отношения к именно взаимодействию человека-человек. Как только с этим разобрались, не такая уж и я там, или и начальница страшная, можно переходить к группе лиц, когда вы в отделе, кто-то против кого, какого-то объединяются и пытаются поставить подчинение. Если вы спокойно и ровно учитесь отстаивать свою позицию именно в профессиональном поле и можете объяснить, можете доказать и можете показать, как это, то тогда все вот эти стайные, стихийные, образующиеся люди, в силу того, что самостоятельно они не могут, им обязательно нужно в кучку биться, для вас не являются угрозой. И это тоже ваш фундамент, когда вы понимаете, что и с этим вы справились. И когда уже в системе, как в фирме, в компании, в государстве, в обществе, в конце концов, допустим, мы с вами разговариваем, вы меня видите и у вас нет, но понимая, слыша и ощущая то, как вы мне транслируете через вопросы свои посылы, я понимаю, насколько мы с вами хорошо развиваемся. И я даю чуть высший уровень, я даю чуть глубже информацию. Если вы это воспринимаете, значит, у нас идет энергообмен с вами. Я понимаю, что вам интересно, вы понимаете, что для вас это полезно. И это уже другая, это уже системообразующая вещь, это уже, значит, я понимаю, что мне нужно еще глубже входить, еще более какие-то вопросы сюда потихонечку, как тему вам вводить, чтобы было над чем задуматься, потому что эта информация, вы ее обработаете, значит, вы в большей степени организуете свою личную безопасность, вы более будете интересны тем людям, которые с вами взаимодействуют. Значит, ваша самооценка внутри будет расти и укрепляться, и это будет уже ваш фундамент. Вот кто-то стоит чуть повыше, потому что это его профессия, допустим, я не бухгалтер, я там не какой-то специалист, я всегда обращаюсь к таким специалистам, в области которой или в плоскости которой я не очень компетентна. Я сразу говорю, объясни, пожалуйста, потому что я в этом ничего не понимаю. Я с удовольствием смотрю фигурное катание, но я точно всем говорю, что вот так я никогда не смогу, потому что это не мои свойства. И когда вот такое происходит, мы каждый в чем-то уникальны, талантливы, но кто-то позволяет это себе развивать, и углубляется, и смысловая нагрузка, и замысел того, в чем хочу разобраться, это идет как в историю, как в символику, так и в настоящем времени. Это упрощает, уменьшает количество времени, в чем нужно разбираться, и из разных источников собирается такая более емкая, более классная информация, переводящаяся на приятный, достойный язык, который бы был приятен для слуха, восприятия разной категории людей. Вот это и зарождает, как вам сказать, желание именно жить, желание именно еще в большей степени укреплять фундамент, тогда на крепком фундаменте вы, ребята, с которыми я общаюсь, многие другие люди, которых я очень давно знаю, у нас там есть свои замечательные формы взаимодействия, мы расширяем, то есть поднимаем это здание на этаж за этажом, осваивая новые горизонты, так говорят, или этажи. И чем больше людей вокруг нас или вокруг нашей команды собирается, тем больше мы на себя берем и осознаем ту ответственность, которой мы должны руководствоваться для того, чтобы вам рассказывать не просто информацию, а именно та, которая для вас приятна, понятна и перспективна. И каждый раз этот фундамент поднимается еще на этажик, еще на этажик. И чем выше мы поднимаем фундамент, ну, допустим, 5 метров условно, да, 5 тактов ума, 5 метров. Вот 5-метровый фундамент, он будет держать, ну, не знаю, там 40 этажей здания. Значит, он должен быть настолько спрессован, что при любых непониманиях, при любых там каких-то по-разному контактов у нас должно в этом архиве, должно в этом фундаменте заложен не только язык, на котором можно это объяснить, но и формат знаний, как блочная система, потому что все узнать нельзя в какой-то области, если ею не заниматься конкретно и глубоко. Но зная и занимаясь, можно с нее создать такие определенные файлы, которые многим людям будут полезны для их конкретной, на сегодняшний момент, да, из прошлой, пришедшей в настоящие ситуации, которые очень быстро и эффективно, если мы из ящичка памяти, как фундамента достанем, то при помощи этого инструмента, при помощи того, что мы создали, при помощи того, что мы обработали, и перенесли на понятный, достойный язык, кому-то это спасает жизнь, у кого-то ускоряется разрешение конфликта, у кого-то происходит инсайд, а оказывается это вот так. И тогда и мы с вами хорошо коммуницируем, и фундамент мой свой укрепляем, и вы уже более сначала стоите на ногах твердо, а потом со временем начинаете формировать свой фундамент. И вот этот стержень, это ноги, это наш остов, это наш позвоночник, это та земля, как фундамент, на котором мы стоим. Но от земли можно подняться выше, можно создать что-то уникальное, потрясающее, ёмкое, достойное для того, чтобы не только мы с вами, но, собственно говоря, и следующее поколение могли этим воспользоваться, могли со временем перенести на свой понятный язык, как постулатов, как законов, как определённых правил, так скажем, улучшая, не падая, а улучшая и поднимаясь ещё выше, потому что жизнь, в отличие от нас с вами, она всё время меняется, всё время происходят какие-то новые тенденции, всё время эти три ядра крутятся, и кто кого будет делать, и тоже за этим нужно смотреть. Но не обладая пониманием, как это работает, не владея вот этим видением тенденций, то есть охвата всего целого, и не беря шумовые эффекты, которые просто мозги запудривают, и человек становится в каком-то полукоматозном состоянии, вот это и является фундаментом набора ваших, знаете, как ключей, инструментов, как, я не знаю, отверток, как хотите это принимайте, который даёт возможность вам быстро, оперативно разобраться в ситуации, во-первых, не попасть в ненужную ситуацию, а во-вторых, предотвращать то и понимать, что вот это отсюда, а вот это отсюда, а вот это, собственно говоря, я как-то случайно сюда зашла, разворачиваемся, уходим, и говорим всем всего доброго. Вот так работает фундамент. Это то, что даёт вам возможность в этой жизни передвигаться с наименьшими потерями, с наилучше эффективными моделями, и при том при сём ещё успевать радоваться, искать своих, объединяться, и многообразие восприятий с разных плоскостей, с разных уровней жизни, с разных условий жизни, и видя, как человек растёт, и видя, как, прилагая, сколько он усилий, он впитывает это всё, и его фундамент будет, ну, очень крепкий, очень достойный. А другой по-разному. Тут отпустили, там приземлился. Ну, не получилось там приземлиться, в следующее место, там нет фундамента. И это тоже природа, это тоже свойство. И это тоже нужно понимать и разбираться. Нет среди нас плохих и хороших. Есть тяжёлые последствия от того, что мы не смогли что-то сделать, последствия от того, что мы в чём-то не смогли разобраться, последствия от того, что недостаток воли приняли чью-то долю, взяв на себя чужой жизненный сценарий, и потом, когда оглянулись, ужаснулись. Это все разные вот направления, когда человек сам готов что-то сотворить, ему жизнь сначала даёт препятствия, а потом бонусы. Но мы же все не хотим препятствия, мы же хотим сразу бонусы. Системка переворачивается, и как в той притче, до сорока и после сорока, как правило. Так что фундамент у каждого должен быть, но он должен быть прочный и самое главное – рабочий, то есть стойкий. Стойкий, на что нужно опираться. Это как буквально строить дом на фундаменте, который выдержит в каких зонах сейсмические нет, и ещё там как-то горный, водный. Точно так же и духовный фундамент должен быть прочный, достойный, наполненный теми знаниями, которые применимы в любом случае, понятны, и самое главное – быстро можно их, знаете как, при помощи их изменить ситуацию. Вот так бы я сказал.